шаббат шалом ребята меня зовут ванесса и я очень рада вас видеть надеюсь мы сегодня замечательно проведем вместе это время я очень люблю учиться думаю и вам ребята будет интересно узнать что-нибудь новое но прежде давайте поблагодарим творца за этот шаббат и нашу с вами встречу дорогой отец мы благодарим тебя за этот прекрасный день за этот шаббат и за то что твое великое присутствие всегда с нами за то что ты нам дал эту встречу и за то что ты нас так сильно любишь аминь шаббат шалом дорогие ребята и с вами сегодня давид знали ли вы что каждый рожденный человек на земле обязательно перерождается в боге и с каждым это происходит по-разному и в разное время жизни я уверен подрастая вы будете больше знать и понимать потому что будете научены в слове бога в прошлой передаче мы рассказали вам о великой радости в мир был рожден спаситель нас с детства учат слушаться родители делать все то что нам говорят и прислушиваться к советам учиться соблюдать заповеди божьи чтобы вырасти хорошими людьми а знаете и шо рожденный нам спаситель был всегда послушен иосифу и марии своим земным родителям хотя он был сыном отца небесного однажды вы станете взрослыми и самостоятельными так же как и вырос и шо и пришло время послушанию небесному отцу шаббат шалом дорогие ребята с вами женя и мы продолжаем наше путешествие по библии когда ешуа исполнилось 30 лет он вышел из родительского дома где прошло его детство на служение ешуа направился к реке иордан там где он проповедовал вместе с пророком иоанном очень много народа стекалась к иордану чтобы послушать божьего пророка и он говорил что скоро грядет на землю спаситель и нужно всем людям покаяться в грехах своих чтобы быть готовыми к встрече с ним людей которые приходили к иоанну с покаянием и он погружал воду в реке иордан что это значит погружал или крестил воде и он вводил людей в реку погружал их в воду и выводил на берег после крещения или погружения люди больше не хотели грешить потому что они хотели жить для бога поэтому пророка иоанна еще называли иоанн погружающий и вот однажды среди толпы народа желающих принять погружение иоанн увидел ешуа он сразу узнал в нем сына божьего и спросил ешуа разве я могу тебя безгрешного погрузить в микве на что ешуа ему ответил так надлежит нам исполнить всякую правду ребята вот вы можете вместе с нами открыть сейчас брит хадаша или новый завет книгу от матвея третью главу и прочитать самостоятельно эту замечательную и чудесную историю москвичную историю Мне надо креститься от Тебя. Ты ли приходишь ко мне? Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Я крещу Тебя властью Бога Всемогущего, во свидетельство того, что ты вступил в завет служить Ему. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Ешуа знал, что в этом есть воля Небесного Отца, а Он послушен Своему Отцу, и Он всегда хотел делать то, что угодно именно Ему. Поэтому Иоанн погрузил Ешуа в реке Иордан. Когда Ешуа вышел из воды, случилось что-то удивительное. Вдруг открылись небеса, и Дух Божий, как голубь, сошел на Него. И был голос с неба. Сей есть Сын Мой возлюбленный. После погружения Ешуа вышел на служение к людям. Он говорил, «Я иду исполнить волю Твою, Боже». Ешуа рассказывал людям о Небесном Царстве. Он помогал слабым, Он исселял больных. А в конце Своего служения Он взял на Себя все грехи людей. До самого конца пути на земле Ешуа был послушен Богу. Он очень любил и любит людей, а особенно детей. Шаббат шалом, дорогие ребята, и до новых встреч! Ребята, какая поучительная история для каждого из нас. Нужно быть просто послушным, и Бог нас благословит. Ешуа принял решение служить своему Небесному Отцу и подтвердил Его тем, что принял погружение в водах Иордана. Бог Отец благословил Ешуа на служение и послал своего Духа Святого ему в помощь, чтобы каждый человек, который принял самое важное решение в жизни, следовать за Господом, служил Ему, посвятить Ему свою жизнь, может покаяться, принять водное погружение и стать ребенком Божьим. После этого Сам Всевышний оснащает Его для служения. Бог спас нас не только для того, чтобы мы были счастливы и благословены. Бог спас нас, чтобы мы служили Ему, служили другим людям. Давайте посмотрим это на примере. Итак, ребята, у меня есть два шарика. Один надутый, другой просто сдутый. Скажите, какой вам нравится больше? Ребята, я слушаю вас внимательно. Надутый шарик. Сдутый шарик. Сдутый шарик. Надутый шарик. Угу. Но, ребята, этот шарик, наполненный воздухом, создан для того, чтобы летать и радовать нас. А для чего Бог сотворил человека? Неужели для того, чтобы он, как этот сдутый шарик, лежал в коробке и пылился? Чтобы никто не увидел его красоты? Нет. Нет. Бог возрождает человека для новой жизни и наполняет его Святым Духом. И дает ему новую жизнь. Часто, ребята, мы не понимаем, как применить нам знания, которые мы получаем. Например, в школе, когда мы учим физику, химию или математику, просто верим тому, что говорят взрослые, и слушаемся их. И обязательно однажды поймем, как было важно то, чему нас научили. Хочу вам рассказать одну очень интересную и поучительную историю. И называется она «Черные пятна». Уже несколько дней у Тимы держалась высокая температура, и он сильно кашлял. Мама давала ему разные порошки и лекарства, но ничего не помогло. Участковый врач, приехавший по вызову, озабоченно покачал головой и выписал направление на рентген. Когда врач ушел, Тима сказал маме «Мама, я не пойду в больницу». «Почему?» спросила мама. «Боюсь рентгена. Это совсем не больно, сынок. Ты зайдешь в кабину, немного постоишь там, и все. Врач сфотографирует твои легкие и посмотрит, все ли там в порядке». Тима согласился, но все же было видно, что он о чем-то сильно переживает. Мама не могла понять, в чем же дело. Она знала, что Тима был смелым мальчиком и никогда даже укола не боялся. Что же с ним случилось? Что произошло? По дороге из больницы Тима признался. «Знаешь, мама, нам в воскресенье объясняли, что каждый грех оставляет в сердце человека черное пятнышко. Я боялся, что врач, когда будет делать рентген, увидит у меня много-много черных пятен, потому что я так много обманывал и тебя, и папу, и учительницу. Я часто плохо поступал и обижал девочек в школе и малышей. У меня много-много черных пятен. Такие пятна, сынок, сказала мама, видит один бог. Никакой рентген не может их обнаружить. И стереть эти пятна тоже никто не может, кроме Бога. Есть только одно средство для этого – покаяние перед нашим Иешуа Машехом. Он удаляет всякий грех, если мы обращаемся к Господу и просим у Него прощения. И ты, сынок, расскажи Ему все, что ты делал плохое. Попроси прощения у тех, кого обидел, и Господь обязательно услышит тебя». Дома Тима с мамой молились. Тима, не скрывая, рассказал о всех своих плохих поступках Богу, и он простил Ему все. «А теперь, – сказала мама, – сынок, попроси прощения у всех, кого ты обидел в школе и дома. Ты понял? Только тогда все твое сердце станет чистым». Через несколько дней Тима пришел из школы радостный и довольный. «Мне рентген теперь не страшен, – сказал он. Бог стирает черные пятна, – воскликнул он. Мама, а как ты узнала, что Бог может прощать грехи и так чисто удалять пятна из сердца?» В Библии, сынок, написано, что Ешуа освободил нас от всякого греха. «Я поверила этому, и Господь очистил мое сердце. Верь этому и ты». Шалом, друзья! Сегодня мы будем делать вот такого голубя. для этого нам понадобится шаблон, где можно найти в группе Вайбера. Берем лист картона, вставим в шаблон и вырисовываем. Вот так у нас получилось. Теперь делаем небольшое очертание глаза и вот здесь полосочку. В будущем мы вот эту полосочку вырежем. Теперь берем и вырезаем. Теперь вырезаем нашу полосочку, которую мы сделали раньше. И рисуем маркером глаза. Теперь берем лист бумаги и складываем его гармошкой для крыльев. Складываем. Теперь берем нашу птичку и засовываем в нее крылья. Дополовину растягиваем. Вот так. Теперь берем клей и склеиваем в сторону клеем. и слаживаем. Стой. Смотрите, какой у меня получился голубь. Если вы хотите сделать ниточки вот такие и подвезти его куда-то, то делайте и обязательно присылайте нам в группу Вайбера свои результаты. Пока! Всем привет, ребята! С вами я, Эмиль и ваша любимая викторина. Ребят, я хочу напомнить, что у нас продолжается сладкий марафон на победителя. И сегодня это вторая викторина из шести. Ну что, готовы отвечать на вопросы? Сейчас проверим. Первый вопрос. Как звали пророка, проповедующего у реки? Захария, Иоанн, Ешуа. Второй вопрос. О чем проповедовал пророк у реки? О покаянии, о служении или о Царстве Божьем? Третий вопрос. Как называлась река, в которой Иоанн совершал погружение? Нил, Иордан или Галилейское озеро? И четвертый, последний вопрос. При погружении Шо. Что произошло? На него сошел Дух Святой в виде голубя. На небе были гром и молния. Или все вокруг покаялись. Ну все, на этом викторина закончилась. Если тебе нравится наше видео, не забудь нам поставить лайк. И я жду ответы в комментариях и в вайбере. Ну все, пока! Ребята, если вам понравилось быть вместе с нами, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. И обязательно не забывайте присылать ваши ответы на викторину. Ждем ваших ответов. Шаббат шалом и до скорой встречи в следующую субботу. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok